Российский журналист Алексей Левченко ко мне присоединяется. Приветствую, Алексей. Добрый день, привет. Вот начали мы этот разговор, эту часть эфира с данных британской разведки, опубликованных о том, что в общей потере российской армии 650 тысяч военных. Я поясню, это имеется в виду и убитые, и раненые вместе. И что за последнее время зафиксирован в сентябре, зафиксирован новый рекорд потерь российских войск в Украине почти 1300 человек в сутки. Алексей, вот в российском информационном пространстве, в российском обществе табуирована тема потерь? Вот как-то, хотя бы как-то она обсуждается? Или цифры просто никто нигде никогда не произносит вслух? Нет, если смотреть российскую пропаганду, то никаких цифр там нет. То есть это действительно абсолютное табуо. Мы помним, что в последний раз, собственно, бывший министр обороны Сергей Шагун называл цифры потерь. Это был, когда он, вот этот 5000 человек, назвал, это было перед мобилизацией. Это было, то есть два года назад. С тех пор Министерство обороны, естественно, не дает никакие данные публично. И поэтому, в принципе, любое обсуждение здесь невозможно. Хотя, если брать, ну, если ты спускаешься там на уровень ниже, например, там телеграм-канал из блогеров тех же, да, то там уже, конечно, потери обсуждаются. По крайней мере, достаточно часто встречаются вот эти тезисы о том, что погибли там, кинули опять людей зазря. То есть там обсуждаются какие-то военные ошибки, могут уже проскальзывать. И это будет, скорее, паблики, да, не по миллиону человек, а там чуть поменьше. Вот, соответственно, что можно встретить в дискурсе официальном российском? Это на уровне регионов сообщение о гибели тех или иных людей конкретных, их героизация и так далее. Вот эти все музеи СО, так называемые, да, конечно, на этом уровне потери фактически публично обнародуются. И из этого делается там какой-то попытка какого-то культа. Про деньги. Увеличение финансовых стимулов вряд ли повлияет на вопрос мобилизации в России. Это данные института изучения войны. По мнению аналитиков этого центра, правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей на единовременные выплаты за заключение военного контракта с Министерством обороны РФ в период с 2025 по 2027 год. Кремль намерен набрать 225 тысяч новых военнослужащих на контрактной основе. Это свидетельствует о том, что власти России продолжают полагаться на скрытую мобилизацию, чтобы удовлетворить потребности в человеческой силе для войны против Украины. В настоящее время российское правительство предлагает единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей за подписание военного контракта. Знакомые, которые мне сообщают из нескольких больших российских городов о том, как проходит вот эта вербовка, рассказывают, что чуть ли не везде, на остановках, в метро, на улицах, вот эти плакаты, зазывающие людей. То есть, по большому счету, все это носит характер наемничества. Можно ли так это все назвать? Ну, конечно, просто всеми силами, да, все ресурсы направлены на то, чтобы найти как можно больше людей. Понятно, что определенные ресурсы, видимо, считаются неисчерпанными, но вот, как бы, да, идет новая волна по тюрьмам, хотя вроде бы и пригоженский призыв, и то, что было после него, казалось, что уже выбрали почти всех. Но, тем не менее, приняли новые законы, значит, которые позволяют уйти на войну, не дожидаясь рассмотрения судом уголовного дела. Это, как бы, такая, типа, замануха. То есть, можно, в принципе, возбуждать много уголовных дел и дальше таким образом стимулировать людей идти на войну. Хотя, на самом деле, чисто статистически, это не очень оправдано, потому что вероятность для зека погибнуть на войне больше 50%, или, там, получить увечья. А все-таки, если он будет сидеть в тюрьме, то, скорее всего, он выживет. Смертность в российских тюрьмах 1% в год. Второй ресурс – это, естественно, призывники, которые выходят, ну, которые либо уже полгода отслужили, либо должны выйти, дембельнуться, их тоже будут агитировать, соответственно, подписывать контракты. Здесь тоже есть существенный ресурс. Это тоже можно набрать несколько десятков тысяч человек. Другое дело, что с такими темпами потерь, которые есть сейчас, конечно, то есть нужно ежемесячно набирать не меньше тридцати тысяч солдат, чтобы их компенсировать. Поэтому, собственно, и звучат вот эти цифры, что нужно 225 тысяч новых контрактников. Это не очень простая задача, поэтому выплаты постоянно растут, и поэтому везде висит эта реклама. Я так понимаю, что от региона к региону отличаются ценник, отличается, как в России говорят. Это действительно так? И правда, что в Москве за жизнь дают больше всего? Ну, конечно. Конечно, очень многое зависит от ресурсов самого региона, потому что, то есть, есть вот федеральная выплата, да, она общая по всей стране, а есть в каждом регионе своя, и то, что мы наблюдаем, в принципе, последний, наверное, даже уже год, это серьезная гонка вот этих выплат, то есть они постоянно растут, регионы вынуждены постоянно их увеличивать. И мы уже видим, что богатые регионы спокойно дают там и 2 миллиона, и миллион рублей. Это большие деньги для регионов. Это же, надо же еще понимать, что потом уже еще были другие выплаты, когда будет увечья, либо погибнет солдат, там тоже, соответственно, многомиллионные выплаты. То есть это все ложится достаточно тяжелым бременем. Для регионов эта гонка не может продолжаться вечно, но в то же время они вынуждены пока в ней участвовать. А фиксируется ли явление такой, ну, назовем это, вот вербовочной миграции? Если, например, я живу, не знаю, в Екатеринбурге, и понимаю, что в Москве дадут больше, и я перееду туда, или все-таки это по месту прописки? Нет, смотри, как раз этим очень активно пользуется московская мэрия, то есть люди, которые вербуются через московскую мэрию. Знаешь, как бы каждого региона, у него же есть какой-то план, то есть сколько контрактников должен дать конкретный регион. Но у региона нет обязательств, что это должны быть жители этой территории. Поэтому, например, московская мэрия говорит, мы дадим выплату любому, кто просто заключит контракт через нас. Соответственно, конечно, значительная часть тех людей, которые вербуются на войну через Москву, это на самом деле приезжие из регионов, под которым выгоднее в Москве заключить контракт. Москва, соответственно, таким образом выполняет свой план, но это, правда, мешает выполнять план соответственно региональным властям других регионов. Потому что у них и денег меньше, и потенциальных резервистов меньше для потенциальных контрактников. Я слышал об этой практике, наверное, где-то полгода назад, и тогда, честно сказать, не совсем поверил, потому что это совсем какой-то феодализм. Значит, обмен людьми между княжествами, это что-то возвращает нас совсем какие-то древние времена. Есть еще один аспект, успеем обсудить. В течение ближайших трех лет Министерство обороны России планирует привлечь на контрактную службу не менее 225 тысяч новых военных, следует из анализа проекта бюджета. В документе указано, что на единовременные выплаты заключения контракта заложено 90 миллиардов рублей. На сегодняшний день федеральная единовременная выплата составляет 400 тысяч. Если размер денежной мотивации останется неизменным, выделенные деньги позволят привлечь 225 тысяч контрактников за три года. Отметим, что только за первое полугодие нынешнего года на выплаты новым контрактникам было израсходно свыше 32 миллиардов рублей, что превышает бюджет, выделенный на весь следующий год. Но если говорить не о контрактниках, а о срочниках, что с этим, что со срочниками? То есть после того, как в Курской области массово их украинцы взяли в плен, стало окончательно понятно, что они никак не сострахованы от участия в этой войне. Есть ли какое-то движение в этом смысле в России отказников от срочной службы? Или вообще дискуссия какая-то идет на тему срочников и их безопасности? Ну, видишь, там, поскольку в Курской области все немножко так стабилизировался фронт, и сейчас там нет как бы каких-то таких именно катастрофических потерь, то вопрос о срочниках, он как бы не поднялся на такой уровень, когда уже начинается, как это было в первую Чеченскую, когда там мамы собираются в солдатские комитеты, в родительские комитеты солдатских матерей, и, соответственно, начинается какое-то движение публичное. Конечно, власти в этом сильно не заинтересованы, поэтому, в принципе, то, что происходит в Курской области, про это мало обсуждается, как бы стратегия пропаганды замалчивать эту историю. Вот, и поэтому какого-то публичного движения, даже такого яркого, как, например, те же жены мобилизованных, которых вроде и немного, но все-таки они провели там какое-то количество акций, Минобороны вот недавно выходило несколько десятков человек, в том, что касается срочников, то нет. Но, конечно, вся эта ситуация и сама по себе война, и то, что происходит со срочниками в Курской области, конечно, это все не будет способствовать тому, что родители или сами призывники будут гореть желанием попасть в войска, и, конечно, спрос на то, чтобы избежать призыва, он будет оставаться высоким. Так, в принципе, всегда и было. В заключении у нас буквально минута. Хотел спросить тебя о мобилизации. Все-таки, да, такой уже традиционный, ритуальный вопрос. Мы, как видим, все проходит в традициях путинского режима, в путинской традиции гибридности, непоняток, необъявленности. Так и будет? Или все-таки он выйдет с обращением к нации и скажет, да, давайте вперед к штыку? Ну, на сегодняшний момент пока такой потребности у него нет, потому что худо-бедно, во-первых, контрактники набираются, во-вторых, ничего такого катастрофического все-таки сейчас для путинской армии не происходит, как то, что происходило там два года назад на Харьковском направлении и в Херсоне, когда фронт действительно рушился, и у него просто не оставалось другого выбора. В такой ситуации ему, конечно, пришлось бы пойти на новую волну. Кроме того, еще не заработал электронный реестр, который должен сильно упростить саму организацию мобилизации. Поэтому до весны, скорее всего, если ничего катастрофического не произойдет, то Путин на мобилизацию, конечно, не решится, а дальше будет видно. Что ж, спасибо тебе большое за включение, за этот разговор. Хорошего дня. До свидания. Пока. Алексей Левченко, российский журналист, был гостем эфира. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.